Глубоко уважаемый Иван Сократович, глубоко уважаемые коллеги, хирургическая операция остается основным методом лечения больных операбельным раком желудка. Решая онкологические задачи в лечении этой группы пациентов, особое внимание следует уделять качеству жизни после лечения. В нашем докладе мы остановимся на путях улучшения качества жизни больных раком желудка с помощью выбора метода реконструкции желудочно-кишечного тракта после гастритомии. После удаления желудка больные страдают от кишечно-пищеводного рефлюкса, демпинг-синдрома, снижение чувства голода, ранней насыщаемости, ощущение переполнения после приема небольшого количества пищи, что приводит к прогрессирующему снижению массы тела пациентов и ухудшению качества их жизни. Снижение частоты и выраженности постгастроктомических проявлений возможно благодаря выбору оптимального с точки зрения надежности и функциональных результатов способу формирования пищеводного кишечного анастомоза, выбору петли тонкой кишки, используемой для формирования анастомоза с пищеводом, формированию резервуара гастро-ю на пластике, использованию вставки участка тонкой кишки между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой и восстановлением додонального пассажа. Существует достаточно большое количество методик формирования пищеводного кишечного анастомоза. Все их можно разделить на две основные группы. Это механические или аппаратные анастомозы и ручные. Остановимся на достоинствах и недостатках каждого из них. Механические или аппаратные анастомозы широко распространены в странах Европы, США, Кореи, также в ряде других стран. Для их формирования используют специальные сшивающие аппараты. К достоинствам аппаратных анастомозов относят скорость формирования анастомоза. Эти анастомозы достаточно быстро формируются. Быстрая обучаемость хирургов. К недостаткам – более высокую частоту рефлюкса зоофагитов по сравнению с ручными методами за счет наличия зияющего несмыкаемого пищеводно-кишечного соединения, более высокую частоту несостоятельности швов анастомоза, а также высокую стоимость сшивающих аппаратов. Ручные методики, среди которых особо следует выделить инвагинационный анастомоз, формируемый по методу Михаила Ивановича Давыдова, и муфтообразный анастомоз, формируемый по методике Григория Васильевича Бондаря. Оба они обладают хорошими антирефлексными механизмами за счет наличия манжеты вокруг пищевода, которая препятствует забросу содержимого из кишечника в пищевод. К достоинствам относят высокую надежность, низкую частоту рефлюкса зоофагитов, к недостаткам – более длительный период обучения хирургов. Методики подготовки тонкой кишки для формирования анастомоза с пищеводом. Существуют три основные методики. Это использование классической петли тонкой кишки, формирование петли ПАРУ и использование непересеченной петли тонкой кишки ПАРУ. Использование классической петли тонкой кишки – это достаточно простой и быстрый способ подготовки тонкой кишки для формирования анастомоза. К недостаткам относят более высокую частоту рефлюкса зоофагитов по сравнению с петлей ПАРУ. Формирование петли ПАРУ. Методика заключается в резекции приводящей петли тонкой кишки и формировании анастомоза между пищеводом и отводящей петлей. К достоинствам относят низкую частоту рефлюксизофагитов. К недостаткам – развитие специфического РУС-СТАС-синдрома, который наблюдается в 10-30% случаев и заключается в функциональной непроходимости отводящей петли тонкой кишки, что скорее связано с денервацией. Также повышен риск ишемических нарушений в этом сегменте тонкой кишки. Использование непересеченной петли тонкой кишки ПАРУ. Методика заключается в перевязке приводящей петли тонкой кишки и формировании анастомоза между отводящей петлей и пищеводом. К достоинствам относят то, что эта методика достаточно простая, отсутствует риск ишемических нарушений. К недостаткам – перевязанный участок, приводящий петли тонкой кишки, достаточно часто реканализируется. Снижение чувства голода, ранняя насыщаемость, ощущение переполнения после приема небольшого количества пищи связаны с отсутствием резервуарной функции после удаления желудка. Эти симптомы могут быть устранены благодаря формированию резервуара истощей кишки. Наиболее распространенной методикой является формирование джипауч-резервуара, роль которого в улучшении качества жизни больных достаточно изучена. Так, по данным Мацумото, применение такой методики позволяет увеличить количество принимаемой пищи за один прием, снизить частоту рефлюкс-изофагитов, а также была выявлена динамика в увеличении массы тела пациентов при формировании такого резервуара. По данным Марио Ливонен, формирование джипауч-резервуара позволяет снизить частоту демпинг-синдрома и улучшить качество жизни пациентов. Такие же данные получены по результатам двух крупных метаанализов, где также было показано, что формирование джипауч-резервуара позволяет снизить частоту демпинг-синдрома и улучшить качество жизни пациентов. Однако последующими исследованиями было установлено, что изменения в качестве жизни пациентов становятся заметными лишь через 24 месяца после операции, что делает применение этой методики оправданным лишь у радикально оперированных больных. Общеизвестно регулирующее влияние 12-перстной кишки на двигательную и пищеварительную функцию всего пищеварительного тракта. В ответ на присутствие пищевого конка в просвете 12-перстной кишки выделяется большое количество гормонов, важнейшими из которых является холецистокинин, усиливающий двигательную активность желчного пузыря и угнетающий запирательный аппарат общего желчного протока, и секретин. Усиливающие выделение панкреатического сока и желчи, что в свою очередь определяет целесообразность интерпозиции участка тонкой кишки и восстановления дуденального пассажа. Интерпозиция петли тонкой кишки между пищеводом и 12-перстной кишкой направлена на восстановление дуденального пассажа. Однако, хотя такой подход является наиболее физиологичным, по данным одного из самых крупных систематических обзоров, посвященных методам реконструкции желудочно-кишечного тракта после гастрактомии, и включавшего 642 пациента, было установлено, что восстановление дуденального пассажа пищи не приводит к статистически значимому улучшению качества жизни пациентов. Андреас Шварц и Маркус Бюхлер выполняли интерпозицию петли тонкой кишки и формировали резервуар. Авторы показали, что применение этой методики позволяет улучшить качество жизни пациентов уже через 6 месяцев после операции. Безусловно, необходимо отметить, что исследования, посвященные методам реконструкции желудочно-кишечного тракта после гастрактомии, в частности, посвященные интерпозиции участка тонкой кишки, включали небольшое количество пациентов. Выводы этих исследований достаточно противоречивы, что определяет необходимость дальнейших, проспективных, рандомизированных исследований. К такому же выводу приходят авторы из Моборрил Слоун Кэтрин Центр, проанализировав основные публикации по этой теме. С нашей же точки зрения, наиболее простым, надежным и обеспечивающим удовлетворительное качество жизни пациентов способом реконструкции желудочно-кишечного тракта после гастрактомии является формирование ручного пищеводно-кишечного анастомоза на петле ПАРУ и формирование резервуара. Для улучшения качества жизни больных при палиативных операциях более оправданным является применение использования непересеченной петли тонкой кишки ПАРУ. Спасибо за внимание.